Привет, друзья! Мы наконец-то в Москве. Ну, немножко подустали, конечно. Наши вот эти трипы. Москва, Сочи, Брянск, снова Москва. Надо немножко задержаться и привести в порядок тут и квартиру, и делами заняться. Ну, все, что связано с работой. В зале я убралась. Нет, в зале это понятно. У нас тут, видите, небольшой бедлам, потому что мы приехали, все вот это разложили, и сейчас наша главная задача все это дело собрать. Вот тут проводочки, трусишки и прочее-прочее. Смотрите, что взяли. Ой, вообще такая приколюха, сто лет не видел таких девайсов от компании ББК. DVD-плеер Катю. Я смотрела на нем всякие фильмы и мультики. Там есть диск какой-то? Да. Тайна Монакро. Вот так вот. Интересно будет потом запустить и посмотреть, что это такое вообще. Мне нравилось то, что это можно сделать вот так, и я так лежала. Ну, как планшет, по сути. Да, прикольная вещь. Катя все говорит, брать, не брать. Я говорю, давай возьмем. Вот прикольно. Поняла, здесь можно еще что-то вставлять. Не только диски, да? SD-карта вон есть. Да. Слушай, а может быть можно вообще, знаешь, файл типа закинуть, и он будет его проигрывать. Да. Будем сериала, да, с этой? В машине. То есть можно к сидушке или к чему-нибудь, ну, в машине прикрепить. Это был чехол, но я не знаю, где он где-то был. Ну, это для детей удобно на заднее сидение, если его при шпандоре. Сегодня мы спали здесь, смотрели сериал Люцифер. Очень неплохо. Пока нравится все. И Катя параллельно готовит кашу. Кашу я вообще приучился есть вот такую, овсянку. Вообще супер. Кстати, насчет каши. Значит, не ушла, не убежала. Да не надо. Не надо никакое. Отставить бежать. Я каждый день ее готов есть. Серьезно. Катя спрашивает, тебе не надоело? Я говорю, нет. Вообще отлично. Дай посмотрим, что тут у нас. Ты что-то другое, так каждый день ты кашу просишь. Мне нравится. По продуктам у нас тут, в принципе, все есть. Я вроде все выкинула, то что это. А вот не все, вот это я еще выкинула, то что с другойностью прошло. Ну, надо все равно пополнить закрома. Я знаю, что пополнять. Андрей, у нас дофига всего это, честно говорю. Если ты сейчас что-то пополнишь, то у нас опять все подернем кинуло. У нас мясо есть. Я только вот это проверил. Пельмешки есть. Кстати, сало, между прочим. Мы хотели его маме дать. Ягод дофига. О, у нас слушай, смотри. У нас тут креветок вообще пипец сколько. Я тоже, что нам не надо ничего покупать. У нас полно еды. Все, будем доедать, и потом уже пополнять закрома. Ребята, кушайте кашу. Это очень вкусно. Ладно, что мы сейчас приберемся. Все домашние дела сделаем. И выйдем на улицу. Погода вообще отличная. Москва встретила нас солнышком. И 10 градусов. Но сегодня вообще будет до 11. Или 12. Давайте посмотрим сейчас. Ты что? Как ты мне маслицем намазываешься? А кашка у меня готова. Сейчас будем лопать и на улицу. Очень хочется. Красота. Вообще не тучки. Кит, нам очень повезло. Мы с тобой все говорили о том, что мы привозим плохую погоду, но сегодня день исключения. Ого, ты просто еще не успела дуприться. Она, да, не привыкла еще. Сейчас. Вечер. Сейчас. Пара часов пройдет туча, дождь. Гром и волни. Все как мы любим. А ты можешь его закрывать. Пофигу. Ох, ребятушки. Как соскучился по медведкам. По кашке. Кому-то это не нравится, но мне очень вкусно. Я обожаю это. Сладенькое? Сладенькое, наверное. Попробуй. Как ты? Как я. Я лучше. Все, муки выбора. Не знаешь, что надеть. Так мало вещей. Давай я тебе покажу, как их мало здесь. У тебя, где они у тебя? Вот у тебя здесь вещи. Вот вещи. Вот там у тебя вещи. Вот тут в рюкзаках вещи. Тут что-то пораскиданы вещи. Но... Поехали вечером к маме. Давай сейчас погуляем, а вечером к маме. К вас завезем? Все, завезем. К вас. Единственное, мы все никак не можем завести это. Сало? Да, сало. Ну, мы его сейчас просто не можем с собой взять, иначе оно растает. Ты куда хочешь? Просто погулять, потупить? Погулять, потупить, прокатиться, а потом к маме. Ну, давай. Я кофе хочу. Я когда, партнер, раз кофе-то пил? Что-то вообще на него забили. Люто. О, надевай. Такое классное купили. Вообще, мне так нравится. Сколько оно стоило? Сейчас, не под камеру, не под камеру. О, много, много. Очень классное, давай его. Здорово. Вот так. Дорого обходишься. Ты тебя чего попросила? Я знаю, я сам купил, потому что мне понравилось. А то вы что, подумаете, что Катя выпрашивает у меня чего-нибудь? Вы у меня любите фантазировать. Да, Катюш? А ты-то у меня вообще светлый человек. Ничего никогда не просит. Серьезно. Как я в детстве был, мне мама рассказывала, никогда не просил игрушки. И было это странно, она сама мне их покупала. Вот и я так же. На самом деле, Катя. Смотрю, что-то нравится, иду, покупаю. Я, если что, готов. Так что, давай. Жду тебя. И еще хочу, знаете, что? Маме отдать книжки тут старенькие. Катина забрали. Достоевский, Война и мир. Еще с желтыми страницами вот такими. Мне очень нравятся старые книжки. Мне очень повезло. С чем? Ни с чем. Камера, пожалуйста. Гыш? Гыш? Ладно. И что-то еще тут какие-то книжки есть. Ну, Катя говорит, камеру врубать. Я пойду сегодня как бомжара, просто в очень-очень мятых штанишках и очень мятые толстовки. Ну, а Катя будет красивенькая. Да, Катюш? Да, Катя. Красивенькая будешь. Ну, ты у меня всегда красивенькая. Пока из дома не вышли, хотел вам кактус показать, который мы купили в ленте. Блин, офигительные ребята. Вообще. Просто пушка. Сейчас вот сюда в темноту поставлю. Вот так вот это все выглядит. Вообще кайф. Сейчас попробую зашторить, чтобы еще потемнее было. Не, наверное, надо просто совсем ночью снимать. Очень круто выглядит. Блин, за 399 рублей. Кайф. Прям рекомендую. Если еще остались где-то в лентах, обязательно возьмите. Не пожалеете. На обычных батарейках работает. Вообще ничего сложного. И никаких проводов нет. Я вот сюда. Видите, у меня тут зеленый уголок. Красота. Чувствуешь, весной немножко пахнет? Сейчас я вам покажу тачку свою. Офигеете. Это мы еще половину разобрали. Тут вообще было пипец. Вот это маме везем. Тут 8 упаковок кваса. 2 бальзамчика. А? Маман, как увидишь, обрадуешься. И постель нам надо будет обязательно убрать. Только лишь для того, чтобы я тачку помыл. Потому что она грязная. Пипец. Так, ну что, закрывайся. Просто, к слову, вы говорите, сними обзор. Вот она все время грязная. Мы постоянно в путешествиях, в каких-то разъездах. Это она от тепла и холода резко скукожилась. А теперь смотрите, насколько здесь грязно. Везде черкаши. Панелька вся заляпанная. Вот тут я вам сейчас покажу. Вообще обалдеете. А? Как вам? Красота? А вы говорите, обзор сними. Ну и сзади, что там творится. Сами видите. Ну и как при этом обзор снимать. Ну-ка. Слушай, ну нормально все в тачке снимать, да? В принципе, все видно. А если сделать как-нибудь? Сейчас скажу как. Вот так. Еще повыше? Да. Вы просто с Катей на другую камеру сейчас снимаем. Я достал все старенький Canon. На нее отличная картинка. Он, конечно, не снимает 4К. Но мне нравится. Вообще супер. По-моему, круто выглядит. У нее единственная проблема, ты ее заметила. С фокусом, когда светло-темно. Ну, треска. Но он потом перестраивается и норм. И он светлый. 2,8. Вот. Поэтому удобно в темноте снимать на него. Ну и в принципе он компактный, автономный. Мне очень нравится, что у нее экран поднимается наверх. И мы ее видим в своей морде. Кайф. Все, поедем за кофейком. Про тачку тоже рассказал. Так что мы за это не будем выкидывать. В общем, мы подложили жвачку под объектив, чтобы камера чуть повыше была. Так что ставлю эту жвачку. А можно вообще что-нибудь придумать и налепить. Знаешь куда? Вот сюда. Чтобы камеру просто... Наверняка на Алике какие-нибудь есть решения. Но единственное, конечно, еще один момент. Мне приходится немножко отдаляться, чтобы тебя снимать. Ну да, не шире. А так в целом в Москве неплохо. Практически все растаяло. Осталось вот немножечко совсем кучу говна. Сейчас буквально еще неделька-две. И любимая фраза. И твоя тоже. И начнут... Если новый снег не выпадет, то да, все прекрасно. Да. Но скоро начнут все... Выйдут все чистить, мыть. Что за моты такие жесткие? Ну такие жесткие моты. Запикай. Запикай. Взяли с Катей по кофейку. Хватит меня передразить. Я просто еще не привык к нему. Не привык. Это второй раз, а не третий. Катя Раф. А ты понимаешь, какой это вкус? Ежевика. А себе обычный капучино взял. Сейчас едем в центр Москвы. Наверное, погуляем. Вот вам показываю. Погодка отличная. Все сухо, комфортно. Я еще очень-очень сильно жду листочки, чтобы уже начали распускаться. Самое любимое мое. Электричка. Электричка. Не, вообще супер погодка. Еще, когда бездельничаешь, вдвойне хорошо. Сейчас вы в офисах сидите, работаете, а мы бездельники. Наслаждаемся солнышком. Ну, я очень скоро тоже буду офисным платоном. Но, надеюсь, недолго. Потом я на удаленку выйду. И, может быть, там Сочи поедет на месяцок или на два, или на три. А может быть, куда-то в другое место. И в прошлом блоге я говорил, что очень хочу в Таиланд. У меня как раз цель сейчас найти работу так, чтобы она была удаленная. И чтобы мы в будущем могли просто уехать на зимовку. Там работать. Да, там плюс четыре относительно Москвы по времени. Но, тем не менее, все равно у нас утро будет свободно, если мы туда въедем. То есть, там в час дня начинаешь работать, но при этом до упора до двенадцати, там, я не знаю, вечера. Ну, и, разумеется, стоим в небольшой пробочке. Проспект Мира. Отдаляем. Ну, и вот погодка. Тренажка. Хорошо. Ты куда-то хочешь в конкретное место? Может, просто в этот... Блин, как он называется-то, этот парк? С навесным мостом. Где мы были? Да, я на Красной площади. Блин, прикинь, забыл, как называется. Ну, можно туда, я тебе говорила, я хотела прогуляться там, где фабрика, это Красная Октябрь. Да, но это недалеко. Да, ну, давай в ту сторону, да, поедем, я там где-то встану, и мы погуляем. Завтра у нас дожди, а сегодня прекрасная погода, поэтому будем пользоваться этим. Нам очень повезло, время практически 6 часов, нашли одно свободное местечко на парковке, ну и встали. 200 рублей в час. Дороговато, конечно, но иди сюда. Когда гоняешь на машине, есть твои издержки. У нас жилой дом на Таганке. Сейчас пойдем в Зарядье, ну и так побродим, посмотрим. Красный Октябрь. Красный Октябрь, ну, может быть, пока не могу сказать, может, самой не захочется туда идти. Но на Красную вряд ли мы пойдем, да? Мы же там были недавно с мамами, поэтому... Поэтому просто погуляем. О, вот так вот удобно, чтобы нас видно. Я, кстати, тоже, если честно. Ну что, может, где-нибудь на прудоне? У меня прическа вообще... Прощай, молодость. Катя говорит, не укладывайся, а мне вот что-то как-то не нравится. Вот так. Надо было кипарь оставить. Что-то... О, ну вот, можешь потаскать. Ой, как светло. Тебе идет. Ой, мои глаза. Ох, я уж соскучился по московским пробкам. Ну, обратно мы с тобой, Катюш, поедем, конечно. Стоять нам придется очень и очень долго. Да, 3 километра в час. Купил Кате конфету. Открывает ее уже одну минуту. Она теколадная. Ну, там она на основе кокоса и вишни. Попробуй, может, понравится. Ну, че? Фигня? Ну, скажи. Кайфовая? Нет? Второй раз бы стала есть. Мне ее на неделю хватит. Она очень придерная. Да, их видно. Катя у меня резко стала Аленушкой. Завернулась в платочек. Мне сейчас вообще нора. Летом такого нет. Это когда прохладный ветер. У меня очень сильно начинают болеть уши, голова. Все болит. И замоталась в платочек. Вот так вот это выглядит. А со спины прям на взрослую даму похоже. Смотрите. Иди ту сторону. Че ты весело? Ну, блогер. Вот бургер, а. Беседа? Да. Ну, давай. На мост. И вперед. До Красного Октября прогуляемся. Ну, так. Вот тут признаю вообще. Чтобы еще подзамерзли. Обратно точно пешком. Ну, и мой любимый памятник в Москве. Куча говна. Приближен. Памятник говно. В смысле? Кочующий. Еще. Как тебе? Ну, у меня, конечно, на сестра стебет обычно. У нас есть в Брятске телот, который там колонны стоят. Она говорила, что он хвост тяжелый, который мало. Это неправо. Но я поверила, и всем друзьям доказывано, что там. Ты че хочешь тоже простигаться? Или это реально памятник говно? Памятник говно. Да ладно. Ну, а че, не похоже? Нет. А на что похоже? Ну, на самом деле, все до сих пор спорят, это глина. Или все-таки кусок говно. Сфинкс на камушках. Катя говорит, что это сфинкс на камушках. Но, может, я не разбираюсь просто в искусстве. Мне так похоже просто на кучу говна. Ну, ваше предположение, да и не, пусть пишут в комментарии. Не знаю, по мне так странно. Наконец-то можно ходить по городу и не переживать, что у тебя, не знаю, будут какие-то косые взгляды, типа, снимают, снимают. Здесь все люди с камерами, и все прекрасно. Да, в периферии очень, конечно, реагируют странновато. Мне кажется, здесь чувак голый пройдет, мне кто-то не удивится. Всем помню. Да. А где-нибудь в Карачеве камеры настаешь, снимают. Ты что, меня снимаешь? Самый красивый Мустанг. 69-го года, если не ошибаюсь. Классный, да? Да. Ну-ка, Катюш. Там человек сидит, что будет. Да и что такого? Купил такую машину, страдай. А это что? СС. Симпатично. Такие колеса интересные, тоненькие. Сейчас такое уже не делают, к сожалению. Да, пошли. Катя возмущается. Нам надо дальше идти в сторону парка культуры. Я тут отошел, увидел машину. Пойдем, пойдем. Сам на Катюх угнал и замерз. Все, зачехлился. Уши отваливаются. Мы уже так хорошо погуляли. Сейчас уже поедем на такси в сторону машины. И дальше к маме в гости. Отвезем квас, бальзамчик, книги. Что там у нас еще? Вроде бы все. Ну, а Сало тогда уже, как сама, в гости к нам приедет. Музыка. 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 Вот так вот, ребята, приехали к маме У нее тут цветов стало еще больше Я, правда, нифига не разбираюсь Поэтому смотрите сами, что это такое Но самое интересное, это, конечно, место Возле моего компуктера Дама Ну ладно, не вредничай Все, я тогда жду в следующий раз, чтобы вот здесь цветы стоят Вот здесь, внутри, внутри компа папоротник сажаешь Да не пусть там нет цвета Не, ма, ты его включишь, там тепло И папоротник, да, пускай Да, да, чтобы там лианы крутились там вместе с вентилятором Да Ну и тут, да, естественно Конечно Конечно Весь район уже можешь озеленять Мою пломбу все перекопали, дворники Зачем? Все вывернули Так они, видишь, снег, когда вот эти были сугробы Хорошо, да А их, видимо, обезали Ну, получается, все испортили, да? Их, видимо, обезали вот эти все сугробы Ну, раскидать Все, получается, они полностью сломали всю твою систему Они мою систему сломали Изгориц, сломали, выкопали В следующий раз ставь туда табличку, не знаю, заминированную Нет, я уже поговорила с дворником Я говорю, вы знаете, какая обидно, говорю Получилось так, что... А, ничего Извинялись? Он извинился передо мной, сказал, да Ну, он откуда знал, что там меня Надо вот в следующий раз реально заминированную ставить Я не знаю, что вырастет Я уже договорилась Я уже с коллегой поговорила Если что, он мне восстановит какие-то цветы Угу, понятно Ну, что, давай, Ма, лопай Чего? Блиночек Я не хочу пока Мам, кто Шоночка сказал, делал? Это свинина или говядина? Я свинину сделала, да Укусно? Укусно, очень Ну, ты рада? Книжки мне привезли Книжки, да, я рассказывал, рада Смотри, у тебя тут 8 упаковок По полторашечке Да, 8 штук Вообще, так быстро идет, вообще, классно Ну, ты водичку тоже пей при этом Тут я уже все заснял, естественно Все показал Что это хоть? Это все цветы или что? Это астры Да, это астры Это астры Это львиный зев Это, это, как ее... Бамбук Не, ну не бамбук Я цветы-то... Цветовод-то еще тот Только начала карьеру, да? Начала карьеру А это что? Это бархат Что ли? Да, да, бархат А, это огуречек, помидорки Не хочешь здесь? Огуречек, помидорки не хочу Ну, смотри А там тоже цветы А, тут же тоже Конечно А здесь у нас что? Там ноготки Ну, реально, да, Кать? Весь район Туда полезет просто Да, да, да На балконе нету? Не, на балконе нет У меня земли столько, несколько У меня выросло рассадовое И обе еще закрыли, да? Скажи Теперь вообще непонятно, откуда брать Что? Землю? Да, даже в ленте есть Да? Конечно, даже в ленте есть Я к вам приезжала и уже заехала Да? Уже купила Угу Лерошки? Башани Башани Много? Ну, мешочек я много-то не купила А у тебя в машине, да, остался? Нет, я уже давно принесла Я уже кое-что пересадила Ммм, понятненько Так, ну ладно У меня батареечка садится Показал вам все цветочки А растения? Сейчас заменю И что-нибудь еще позади С соседями Че, будешь делиться с соседями? Тут многие делают вам У многих клумбы, поэтому Я не жадная Ну раз растет, че Девчонки пошли там про цветы и лаки разговаривать А я сейчас включу свой комп Не помню, а последний раз его заводил И поустанавливаю Всякие обновления Винды Стима Ну и так Посижу, побалуюсь Все, никак не нарадуюсь Как же красиво я все собрал, ребятушки Очень красиво Обожаю просто вот этот корпус Офигительно Мама собирала этот дом Это ж просто А я не знаю, даже показывала я его на видео или нет А давай покажу Почему бы и нет Наверное, месяц Короче Ну-ка дайте мне немножечко место Ну я тут с электричеством еще В общем-то Вильки покажу Провозилась, да? Провозилась В общем, взял я его на Алике Инструкция там была, по-моему, только на китайском Правильно? Только на китайском Там не было ничего Там просто детальки И их даже не понять К чему они относятся Она очень странная Так, давайте поближе вам покажу Такие видюшки прикольные получаются Вообще Сними на телефоне, как получается Да, да Очень классно Очень классно Смотрите тут по деталям И бассейн И всякие вон Коктейльчики Ягодки Вон там Арбузик Вот Цветочки Вон там То есть И кроватка Ну то есть Вон сами смотрите Единственное Фигурки немножко не в тему То есть они не размерные По сравнению с домом А так Очень-очень круто Вот Вот смотрите Вот так Все это выглядело Один Что к чему Два И что, переводчиком пользовалась? Китайский Нет, просто по наитию По этому Соединял детали Круто же, да, Катюш? Вообще Собирает Это же круто выглядит Вот так вот поставить Там и картинки Очень тяжело, конечно На камеру снять Все детали Там и вон Фоточки какие-то Адрей, давай я сниму Слышишь? Вот так сниму на телефон Это будет удобнее И потом ты просто вставишь Давай, давай То есть Здесь много разных возможностей Которые я не смогла реализовать Бассейн должен подсвечиваться А я сначала приклеила Вверх снизом Проводов не хватило, да, длинные? А потом надо было провода тянуть А провода тянуть Они все коротенькие Я сначала даже не сообразила Вообще Как их тянуть А потом Когда я сообразила Что их надо вот так вот скручивать Соединять И я их там Ну я понял За ленточкой там все удлиняла А давай вырубим Вообще свету и покажем Тут подсветку будет прям классно видно Но я надеюсь Камера сфокусируется Ну да Вот смотрите Очень круто Они кстати в Леонардо С русскими инструкциями продаются Но если хотите подешевле То Велком На Алишку Ну-ка повернись Женщина Женщина А, вот Девушка Че, блин, Марка У меня есть молодой Теловечка Можно со мной, пожалуйста, разговаривать? Можно дистанция кутора метра Пожалуйста Так, пожалуйста Близко стоите Хорошо, на выход Ребят, ну у нас тут дома целая неоновая пати Вот все четыре светильника, которые мы купили Какие вам нравятся? Один мы маме отдадим Че думаешь, сама? Близко, кактус И, наверное, морошка Или нет Или пальма Ну тебе нравятся просто пальмочки Тебе лично Сейчас я свет включу А то не видно нифига Ты-то люб... Нет, так, друзья, выключи свет Я выберу Ну, че думаешь? Давай мамке морошку отдадим Ты просто сама любишь пальмы Поэтому я и решил Морошка нравится? Не знаю Ну давай маме пальму отдадим Выбирай Я думаю, твою маму спросим, она скажет Да? Ой, куда-то фокус убежал О, он на месте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому